Опытные, ответственные и добросовестные. Пожалуй, это одни из приоритетных качеств, которыми должен обладать человек, работающий в госаппарате. Развитие института госслужбы сегодня стало поводом совещания у президента. Кадровые вопросы всегда в поле зрения главы государства. На неделе обсуждали, как отобрать и подготовить эффективных управленцев. Сегодня же речь о том, как закрепить лучших вертикали. Конечно, с госслужащих спрос самый высокий. От управленцев зависит не просто реализация многих масштабных проектов, но и в целом развитие страны. Так что желающим работать в госаппарате нужно соответствовать. Говорили сегодня и о необходимости создания устава или кодекса госслужащего. Своего рода сборник всех требований, чтобы любой, кто желает пойти в госаппарат, понимал, насколько ответственна эта работа, какие преимущества дает и готов ли он погрузиться в эту сферу. Документ должен быть справедливым и прозрачным. Это принципиальная позиция президента. Комплексный взгляд на вопрос кадрового обновления вертикали у Натальи Бреус. Настоящим кварталом госслужащих можно назвать это место в центре Минска. Здесь сосредоточены дом правительства, сразу несколько министерств и минский горы с полком. Работать во власти звучит заманчиво, но зачастую для тех, кто приходит на госслужбу, очень быстро развеивается орел романтики вокруг этой работы. Нагрузка приличная, ответственность огромная, а стимулов порой не так много. Поэтому все чаще в последнее время задаются вопросом, как повысить престиж госслужбы. И главное, сделать так, чтобы на вакансии в госаппарате могли претендовать только лучшие специалисты. Требования к государственным служащим будут только расти. Это понятно по риторике, которая звучит от президента и сегодня, и вообще. В стране в работе масса серьезных проектов. От профессионализма управленцев в том числе зависит их воплощение в жизнь. Есть торговые управленцы, есть развитие и перспектива у страны. Поэтому госслужащим предъявляются повышенные требования. Это должны быть специалисты, обладающие широким кругозором, способные определять стратегические задачи и правильно оценивать последствия применяемых решений. Но прежде всего госслужащий – это человек с высочайшими моральными качествами. В госаппарате не должно быть и намека на коррупционное проявление. Ну, я думаю, не только вы, весь народ видит мою политику в этом плане. Притом здесь нет ничего чрезвычайного и неожиданного для государственного служащего. И об этом говорю постоянно. И это краеугольный камень любой моей президентской кампании. Последние годы стали знаковыми для белорусского госаппарата. Масштабная оптимизация, которая, конечно, пришлась по душе далеко не всем, позволила сократить численность госслужащих почти на треть. Сегодня их количество немногим более 30 тысяч человек. Это один из самых низких показателей по сравнению с другими странами. Причем дело было не столько в математике, сколько в желании сделать госаппарат максимально компактным, но при этом эффективным. Самое главное – слышать людей. В этих словах золотое правило и суть 12-летней работы на госслужбе. За это время Василий Мамочкин в Гродненском горосполкоме прошел путь от специалиста отдела до руководителя целого подразделения. И на старте карьеры и сегодня придерживается принципа «семь раз отмерь, один отрежь». Ведь за каждым решением жизнь людей в непростом регионе хватает проблем и спрос с власти на местах серьезный. Круг ответственности у управ делами огромен от решения юридических вопросов, связанных с жизнью областного центра до рассмотрения обращений граждан. На сегодняшний момент, наверное, стало не сложнее работать, просто стало больше ответственности на людей, потому что их количество сократилось и многие специалисты, государственные служащие ведут несколько направлений. Они более четче решают вопросы, то есть остались лучшие из лучших профессионалов своего дела, от которых, в принципе, зависит не только решение граждан, но и по юридическим лицам, по общей ситуации в городе. И если они на своем месте, то все это решается, делается и идет какое-то развитие. Подбор кандидатов на вакансии в местной вертикали или министерствах в последнее время все чаще затягивается на месяцы, а то и годы. Попробуй еще найди идеального кандидата. Идут во власть все с меньшей охотой, давит груз ответственности, да и в бизнесе можно больше заработать. Правительство и администрация президента понимают, что нужны меры, которые позволят закрепить толковых управленцев. О корректировках денежного довольствия и речи не идет. Повысить зарплату смогли раньше за счет оптимизации госорганов. Но надо понимать, что кадры сегодня все более мобильны. Учитывая это, предлагают рассмотреть возможность содействия госслужащим в жилищных или бытовых вопросах. Переехав на новое место работы, потенциальный руководитель должен быть спокоен за детский сад для ребенка, например. Глава государства и не против, но логика такова. Сначала соответствуй, а потом рассчитывай на возможные ковришки. Когда-то мы речь об этом вели, было поручено правительству внести соответствующее предложение. Предложение направлено на то, чтобы работа в госаппарате была почетной, привлекательной. Хотелось бы обсудить эти предложения хотя бы в первом приближении и получить ответы на вопросы, во-первых, насколько предложенные меры позволят повысить эффективность работы госслужащих. Это главное. Во-вторых, интересует финансовая составляющая данного вопроса. На это обращаю особое внимание. Если вы пришли ко мне с предложениями о повышении денежного довольствия и зарплат госслужащим, даже не поднимайте этот вопрос. Он раз и навсегда решен. Третье, предлагают ввести медали за безупречную госслужбу. Я абсолютно не возражаю. У нас военные имеют соответствующую медаль. Если государственные служащие будут не только проравнены к военным, и вы мне на стол положите соответствующий устав государственного служащего, обязательства, которые они на себя принимают, поступая на госслужбу. К слову, я готов к обсуждению предложенных ваших вариантов. Но еще раз хочу подчеркнуть, чтобы понимали вы и понимало нас наше общество. Речь не идет сегодня о раздаче каких-то премиальных или подарков. Речь не об этом. Речь должна идти о том, какие требования, в каких нормативно-правых актах должны предъявляться государственному служащему. Я только что сказал, если это будет как у военных соответствующий устав, хорошо, пусть будет устав. Но люди и общество должно видеть, что президент этим самым предъявляет жесточайшее требование к государственным служащим. А за это им полагается это, это и это. За нарушения уходишь с должности, идешь в тюрьму, за эти нарушения туда-сюда. Люди должны это все понимать и не оценивать это как некий шаг для того, чтобы мы сами себе улучшили жизнь, увеличив тем самым денежное довольствие. Вот этого быть не должно. То есть требования жесткие и они, судя по всему, скоро будут закреплены в новом документе. Президент настаивает, он должен быть максимально справедливым и прозрачным, понятным для людей. Устав это будет или кодекс, пока не определились, но суть в том, чтобы систематизировать критерии для госслужащих и тогда любой желающий влиться в государственный аппарат будет понимать, насколько ответственна эта работа, какие преимущества она имеет и готов ли человек в принципе погрузиться в эту сферу. Будет создана рабочая группа, которая аккумулирует все требования к служащим и на госдолжностях и предложения по повышению престижа государственной службы. Те задачи, которые сегодня ставятся, в основном они реализуются через тех людей, которые работают на местах в государственной службе, в республиканских органах власти. Поэтому, рассматривая престиж государственной службы и говоря о каких-то преференциях, прежде всего, нужно рассматривать те вопросы, которые касаются требований, ужесточения требований к работникам, которые сегодня работают в органах власти. В целом, государственная служба – это сродни воинской службе, поэтому люди должны понимать, что это не просто какие-то привилегии, это прежде всего служба на благо Родины, на благо нашего народа. Президент, в свою очередь, обозначил четкие временные рамки для разработки новых документов, и уже с нового года они должны вступить в силу. Вообще, это часть большой кадровой работы в стране, которую курирует администрация президента. Ее приоритет – подбор и расстановка профессионалов в госаппарате. Если в начале недели с ректором Академии управления обсуждали, как отобрать и подготовить эффективных менеджеров для госсферы, то сегодня речь о том, как закрепить лучшие кадры в вертикали. Кстати, в этом году оптимизацию госаппарата сразу почувствовали в институте госслужбы, где занимается подготовкой и повышением квалификации управленцев. Набор слушателей сократился пропорционально. Каждые два года здесь стараются корректировать программы, вызовы времени меняются, управленцы должны быть в тренде. При обучении учитывают мировые наработки. И если опыт Казахстана с многочисленными заграничными стажировками для государственных служащих оказался в результате спорным, то вот Сингапурский может быть нам полезен. За короткое время этот рыбацкий поселок превратился в серьезный финансовый, образовательный и технологический центр и вошел в десятку самых процветающих государств мира. Они об этом говорят, что это было только возможно благодаря работе государственных служащих. Я еще раз подчеркиваю, благодаря работе государственных служащих Сингапура. Могут возразить, что да, они получают зарплаты и так далее. Когда-то все начиналось, они получали копейки. Но у них, как и сегодня, вот в программах повышения подготовки госслужащих, большое внимание уделяется тем предметам, которые формируют, как мы нашим языком говоря, гражданскую вот эту позицию. Формируют чувство патриотизма, любви к своей родине. Может, не случайно сегодня работу в госсфере так или иначе сравнивали с воинской. Прозвучала даже идея учредить медаль за безупречную госслужбу. И там, и там в основе должен быть патриотизм. Да и от того, как работают госуправленцы, не меньше, чем от военных. Зависит безопасность и будущее страны. Наталья Бриос, Алексей Мартиненок, Юрий Корнилович, Виталий Селявка и Виктор Шпак. Агентство теленовостей.